Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если нужна еда, способная спасти тебе жизнь, иди на север-запад, в укус соли. Местный повар Пенталла готова накормить любого, неважно, Тенакт или нет. Загляну к ней, если буду в тех краях. Когда речь о торговле, Тенакт можно доверять. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ясно? Верни назад По линии Правее Да правее! Видел, видел То, что Элой нашла на севере Есть! Называется вроде вечер на монотонном кряже Вот это музыка! Элой! Элой! Тебе уже лучше И ты здесь Только ты способна Спасти этот мир Будем быстро учиться Сможем помочь А подмога тебе не помешает, да? Но впереди ещё много занятий, конечно. За один день охотником не станешь. Похоже, у вас тут всё под контролем. Надо отдать это гея. Да, а мы продолжим наши упорные занятия. Эти глифы мне уже снятся. Ну, пока кое-кто бродил по окрестностям, я поработала с геей и нашла информацию о духах Земли. И мне кажется, тебе занятия не повредят. Идём. А, да. Ладно. Кстати, я доставил сообщение Талане. Она отправилась на юго-запад в лагерь Азерам, который вы искали. Похоже, что предтечи в своё время отправляли друг другу через визоры. Всевозможные послания. Ага. Во все уголки мира. В любой момент. Ничего хорошего. Представляю, что было бы, если бы моя тётка Альга могла всё время со мной говорить. У меня бы уши заметили. Ого. Здесь всё как будто оживает. Ага. Гея разместила все данные из твоего визора в этот архивный зал. С помощью визоров мы сможем изучать их в своём темпе. Ну, между тренировками. И если нужно, сможем сражаться за тебя. Хорошо. Спасибо. Похоже, я ошибалась по поводу зенитов. Их корабль не взорвался по пути к Сириусу, как все думали. Мы видели, как они врали о лучшем будущем в своём комплексе. Похоже, они соврали и о своём корабле. И всё же племя, летящее среди звёзд. Я не сумела даже поцарапать их щиты в арху. Один зенит чуть не убил меня. Но ты смогла восстановить Гею, и мы используем против них Гефеста. Будем надеяться. Как идут занятия с Зо? Мы и правда много занимаемся. В основном. Она уже читает глифы намного быстрее меня. Глупо отказываться от её помощи. Конечно. Нашли что-то интересное? Мы закончили с дневниками, которые ты собрала на землях Нора, из горы Великой Матери. Трудно представить, что наши предки были заперты там. Без знаний и наставлений Аполлона. Спасибо, Тедуфаро. Да, интересно, каково им было, наконец, выйти на свободу. Мир, наверное, показался им прекрасным. И очень опасным. Они же были совсем детьми. А стали целым племенем. Талана тут, наверное, не задержалась? Ты угадала. Что такого сделала этот Амадис, чтобы она так о нём пеклась? Мне она об этом не рассказала. Должно быть дело серьёзное. Думаю, расскажет в своё время. Как все справляются с визорами? У всех у нас свои трудности. А у Эренда их больше всех. Но, надеюсь, упрямство Азерам победит. Как тут у вас дела? Ну, мы привыкаем. Стрелы тут пока не полетели. Сможешь присмотреть тут за порядком? Если Эренд перестанет слушать одни и те же песни раз за разом, наверное, мы справимся. Варлу нравится заниматься в компании. Вместе учиться проще. Возвращалась в песню Долины? Думала об этом. Но я не нашла бы, что им сказать. Хор и так уже считает меня колючкой в одежде. Знали бы они, что мы сделали с Фа. Даже если бы они поняли, им не удалось бы осознать всё это. Нет. Пока назад в племя мне дороги нет. Я хотела спросить, что у вас за разногласия с Хором? Кажется, вы не очень-то ладите. Долины заполнили беженцы. Хор не мог решить, как поступить с захватчиками. Кто-то предлагал воевать, а другие верили, что нас укроют чаши. Как и много раз до того. А пока они спорили, я хоронила семена погибших. Как же такое мирное племя Утару сумело заключить мир с воинственными Тенакт? Мы отбили их атаки. Когда у нас был богатый урожай, Тенакт сильно завидовали нам. Но чаши Песни Долины давали нам убежище и высоту, с которой легко обороняться. В итоге, даже Тенакт поняли, что мир выгодней. Утару раз в год делились с Тенакт едой после сбора урожая. А Тенакт присылали к Утару опытного воина, ветерана, чтобы он обучал нас бою. Через несколько лет после помешательства про это забыли. Но в Долине живет несколько ветеранов. Да, я их уже встречала. Наверное, тебе было тяжело видеть, как народ страдает от захватчиков Карха. Я родилась в деревушке у Песни Долины. Моя бабушка часто говорила, что там может прорасти любое семя. Я поселилась в чашах, когда стала ученицей целителя. Когда начались красные набеги, я думала вернуться. Но раненые пребывали в Песню Долины день за днём. И я так и не ушла. Однажды я узнала, что минувшей ночью отряд Карха разорил нашу деревню. Я бросилась туда с целителями, чтобы помочь выжившим. Но их не было. Мне никак не забыть вонь горящей плоти. Мне жаль за... Когда мы вернулись, я сразу же отправилась к Хору и потребовала начать борьбу с захватчиками. Хор отказал. Мне пришлось сражаться самой. Ты отправилась сражаться с Карха одна? Да. Но оказалось, у меня есть сторонники. Новости о моих разногласиях с Хором разлетелись по долине. Ко мне пришло больше дюжины воинов Утару, готовых сражаться с врагом. Мы знали, что нам не выстоять против Карха в бою. Но мы намного лучше них знали местность. Мы нападали на лагеря по ночам. Похищали припасы. Устраивали засады на малые отряды. Похоже, вы доставили им немало проблем. Даже Тенакт это заметили. Когда кланы стали теснить Карха, они приняли нас в свои ряды. Мы гнали врага до самого света пустоши. Значит, ты была у света пустоши, когда Тенакт победили Карха? Шериф и Тенакт забрались на Утесы Преграды под Покровом Ночи и напали на врагов сверху. Ворота сразу оказались открыты, и кланы прорвались в крепость. А дальше было то, что... Я не хочу вспоминать. Когда пыль улеглась и кровь стекла... Я её почувствовала. Вонь горящей плоти. Враг был побеждён. И мы с остатками отряда вернулись в землю удару. Я снова поселилась в Песне Долины. Но урожай за урожаем. Никак не могла прийти в себя. Тогда ты стала отпевницей? Подумала, если буду помогать другим, то и мои страдания уйдут. А потом пришла ты и дала мне выбор. Я могла дальше петь на могилах людей или начать сражаться за их жизни. Я рада твоему выбору. Гея рассказывала что-нибудь о Зенитах? Да. Хотя поверить в это мне было сложно. Представить, что среди звёзд есть места, где жизнь может свести, как здесь... Это нелегко, мягко говоря. И очень грустно, что эта жизнь жаждет уничтожить всех нас. Чем занята? Гея составила перечень глифов, которыми писали предтечи. Она помогла расшифровать часть собранных тобой данных и показала, чем может помочь визор. Это непросто, но... Вроде получается. Рада слышать. Вижу, ты обустроилась. Гея сказала, это место построено для нас. Чтобы мы управляли Землёй с помощью её... системы терраформирования. Ухаживали за ней, как духи Земли, за полями Песни Долины. Так странно, что забота о жизни вокруг исходит из этого... железа. Кажется, ты познакомилась с Таланой? Да. Охотница Карха. Я не видела таких доспехов с красных набегов. Но Варл сказал, и ей досталось от Безумного Короля Солнца. Да. Она из хороших Карха. Поверь. Итак, ты говорила с Геей? Да. Она согласилась поделиться со мной историей мира предтеч. Рассказала об их кончине и о подвигах её создательницы Элизабет Собек. Я удивилась, поняв, что это ты. Ушедшая, но возрождённая. Правда, я совсем не понимаю, как. Ты же уже познакомилась с Эрендом? Конечно. Друг Варла и мой друг тоже. Хотя этот друг очень громкий. Ладно, пожалуй, мне пора. Тогда вернусь к занятиям. Элой, мы собрали в тот ящик немного припасов. Бери, что нужно. Этот визор смерти моей желает. Ты чуть не утопил его в пиве. Привет. Привет. Тут мило. Ну... Не, я же всё это построила. Ну да. Понимаю, почему ты... Не хотела нас звать на эту войну. Дело серьёзное. Но я не волнуюсь. Я готов ко всему. Ага. Я надеялась, ты сможешь мне помочь. Речь о мятежниках Тенакт. И, кстати, о воинах Азерам. Серьёзно? Звучит пугающе. И как я могу помочь? Я узнала про военный отряд Азерам. Они зовут себя сынами Прометея. Похоже, это они подчиняют машину для мятежников Тенакт. А я думал, так только ты умеешь. Им доступны знания древних. И они не любят Карха. Так. Год назад мы помешали Дервалу и его громилам отомстить за красные набеги и взорвать Меридиан. А выходит, есть ещё отряд Азерам, которые мечтают уничтожить Карха? С помощью армии машины кровожадных Тенакт? Ну да. Чудесная новость. Поможешь мне разобраться, кто они такие? А ещё выследить их и остановить. Конечно, я пошлю пару сообщений из Крежета горы. Свяжусь с ребятами из Жилы. Может, узнаем, чего. Заранее спасибо. Вижу, Варрел дал тебе визор. На мне он не так здорово смотрится. Но... Кузней клянусь, сколько ж через него видно? В том числе ужасного, типа кончины мира притечь. Всё ещё не могу уложить всё это у себя в голове. Я никогда не понимал, как ты сумела найти мою сестру там, в Доме Солнца. А теперь понимаю. Кажется. Думаю, и я на что-то сгожусь. Ну там... Со временем всему научишься. Да. Значит, теперь ты в курсе, кто наш враг? Врать не буду. Когда Варрел заявил, что эти мерзые явились со звёзд, я решил, что он лечебных ягод обожрался. Но с тобой поведёшься таких странных вещей, навидаешься. И все они почему-то хотят нас убить. Да. Это точно. Осваиваешься? Варрел помогает мне понять, что к чему, правда, от него иногда и слова не дождёшься. Не знаю, кто его волнует больше, Гея или наша подруга Утару. А что насчёт авангарда? Разве тебе не нужно командовать ими на Востоке? Я отправил в Меридиан людей с посланием. Сомневаюсь, что Ават запретит мне помочь спасительнице Меридиана. Значит, Талана приходила? Прибежала и убежала. А я-то думал, мы хоть выпьем с ней. Единственная весёлая карха из всех. Но, похоже, у неё было слишком много срочных дел. Да, и если что узнаю про этих сынов Прометея, расскажу тебе. И я. Этот Гефест. Он у геи, типа, личный кузнец. Ага. И очень. Как мой дядька Лород. Тот никогда не улыбался и готов был уши надрать любому, кто мешал работать. Кажется, кто-то решил тут обустроиться. Вижу, ты нашла комнату Варла и Зон. Думаю, им было нужно своё пространство. Ясно. Кажется, комната изменилась. Твоих рук дело, Гея? Да. Я настроила дисплеи, чтобы отметить котлы, из которых ты получила данные. Я не могу, ты мне. Я не могу. Я не могу, ты. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует... И... С возвращением, Элой. Когда будешь готова, проведи мое слияние с Посейдоном. А потом мне нужно обсудить с тобой важное дело. Гея? Что это? Пульт управления, обеспечиваемый дронами системы визуализации. Я передам информацию на твой визор. Хм... Значит, циклоп... Это сеть дронов, следящих за ухудшением состояния биосферы. Данные должны были передаваться в купол, но... Дроны больше не подключены. Часть из них уже можно подключить. Но, похоже, есть и другие. Посмотрим, что тут у нас. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но я нашла последовательность и со временем сумела собрать полное сообщение. Продолжение следует... 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 Вот и она. Готова к выходу? Пока нет. Ладно. Скажи, как будешь готова. Что за Элифию мы ищем? Она... Ну что, отправляемся? Пошли. Ну мы даем. Три закаленных в боях воина разгадывают страшную тайну. Молот мне в жерло. Смене крутой горы. Зов о помощи. Прийти не мог, да? Дикарь. Дикарь. Что это? Оттого черта! Без Элифия не разберешься. Варл, глянь, нет ли там чего-нибудь? Сейчас. Осмотрим поле боя. Начнем с нее. Что ж, зенитов явно больше, чем мы думали. И как ты сражалась с таким? Я выжила чудом. Этот мороз пробирает до костей. Эти мятежники... Как-то сумели отключить ее щит. Но что она тут делала? Можно прослушать последние переговоры, но... Надо еще просканировать все вокруг. А что это за дикое оружие у нее было? Она его как будто из ниоткуда доставала. Но теперь его нет. Хм. Ну, делай свое дело. Подожду тут. У этого призрака была задача... Помочь в поисках объекта. Интересно, что это за объект? Младь, моя кузь. Посмотрим, на что способна эта штука. Модь, моя кузь. Смотрим, моя кузь. Поиски. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Элой, это ты. Холодная, как лед. Вырезала у себя из головы. Но зачем? Привет, Элизабет. Прости, я не знаю, как тебя еще назвать. Меня зовут Бет. Придется говорить быстро. У меня есть всего пара минут, пока мою пропажу не обнаружат. И надо удалить имплант. Я надеялась встретиться у тебя, но... Раз ты это смотришь, я мертва. Будь осторожна с дальним зенитом. Они беспощадны. И Элифия, Артемида и Аполлон уже у них. Но они хоть не нашли гею для слияния.